И в его отсутствии, конечно, тут разразились всякие ужасные события, как, наверное, всегда бывает, когда, как говорится, кот из дома мыши в пляс. Возжелали позаниматься с сибайскими детишками хоккеем на сибайском льду, но почему-то они стали летать на вертолете вокруг. Как обычно, противоречивые данные о том, что происходит на сибайском карьере. Видимо, башкирские эксперты и экологи, и прочие специалисты уже не вызывают доверия даже у Роспотребнадзора. Заявление Айрата Дельмхаметова о том, что он требует от Хабирова подтвердить, что Хабиров башкир. Навальный связал историю сибая с Хабировым напрямую. Будем заносить в эту рубрику самые выдающиеся глупости недели, а в комментариях можете голосовать, какая из них самая-самая. На прошлой неделе мы говорили о том, что оперативное совещание у Хабирова в правительстве было ужасно скучным, неинтересным и все спали. Так вот, на этой неделе этого совещания не было и вовсе. Хабиров на прошедшую неделю в Башкирии практически не был. У нас случился в Казани госсовет с участием Владимира Путина, а потом сразу за ним произошел инвестиционный форум в Сочи. И все эти события были для ради Хабирова важнее, чем пребывание в Башкирии. И, соответственно, в республике его не было. И в его отсутствии, конечно, тут разразились всякие ужасные события, как, наверное, всегда бывает, когда, как говорится, кот из дома мыши в пляс. Основная часть этих событий, конечно, была связана с сибаем. И сибай так и останется пока у нас с центральной темой и сегодняшнего выпуска, возможно, и следующих. Количество событий, связанных с сибаем на прошедшей неделе так велико, что придется их перечислять в хронологическом порядке, вне зависимости от важности или скандальности. Ну, в самом начале недели всех удивила история с хоккеистами хоккейного клуба «Салават Юлаев», господином Паниным и господином Жарковым, которые были экстренно десантированы на вертолете в Сибай. Никто не понял вообще, зачем это произошло. Официальная версия – это то, что они срочно возжелали позаниматься с сибайскими детишками хоккеем на сибайском льду. Ну, почему-то они стали летать на вертолете вокруг карьера, видимо, пытаясь объяснить, что ничего страшного не происходит. Вообще, это, конечно, если всерьез оценивать вот эту акцию, то это, конечно, уже какой-то акт отчаяния. То есть, послать вот этих товарищей спортсменов туда укатывать местное население, веселить его или что, я не знаю, они должны были делать, развлекать, отвлекать. Ну, в общем, конечно, такие вещи делаются уже в самом конце. Ближе к середине недели мы получили из Сибая некоторое количество технических данных, собственно, которые на самом деле важнее, чем вся вот эта трескотня и болтовня, либо полеты хоккеистов на вертолетах. Я говорю в данном случае о данных, которые представил Илья Сахмедьянов. Директор, то ли технический директор отделения УГОК, значит, он нам сообщил, как обычно, противоречивые данные о том, что происходит на сибайском карьере. Напомню, что предыдущие недели и месяцы господин Бекинов рассказывал нам о ежедневно поступающем объеме воды или этой заиловочной смеси в горящий карьер. И господин Бекинов без конца называл цифру 10 тысяч кубометров в сутки. Вот у него всегда было 10 тысяч кубометров в сутки. Однако господин Ахмедьянов спутал все карты господина Бекинова, заявив, что поступает то 6 тысяч кубометров в сутки, то и вовсе 400 кубометров в сутки. Более того, господин Ахмедьянов нам сообщил о том, что подача заиловочной смеси остановлена ввиду угрозы обрушения какого-то там, видимо, участка склона. Ну, что, собственно, наверное, было предсказуемо. То есть, если начинать зимой заливать вот этой смесью глины и воды обмерзшие склоны, то, соответственно, и обрушение, наверное, неизбежно этих там скапливающихся вот этих вот объемов и так далее. И вообще, под конец недели было заявлено, что попытки преодолеть тление, горение, окисление при помощи заиловочной смеси и залива водой не увенчались успехом. То есть, в переводе на русский можно говорить о том, что, наверное, идея по заливке карьера водой с целью прекращения окисления потихонечку сворачивается. Что будет дальше, я не знаю, но можно процитировать еще пару-тройку цифр, которые прозвучали на прошедшую неделю в отношении этого карьера. Это то, что загадочным образом сформулировал вот этот технический директор, мы, говорит, зальем на 100 метров водой и уровень воды поднимется на 160 метров. Я вот этого совершенно не понял. То есть, там такая абракадабра из цифр, то есть, либо они действительно не вполне инженерно-технические люди подготовленные, либо это намеренная какая-то такая фальсификация и игра цифрами и попытка, значит, всех запутать. Ну, в общем, у него что 100, что 160 метров, это одно и то же, значит, наливает он на 100 метров, поднимается на 160 метров. Более того, я напомню, что общий объем чаши сибайского карьера составляет порядка 700 миллионов кубических метров. Это совершенно немыслимая цифра, и даже заливание конуса вот этой воронки на 100, на 160 метров потребует совершенно гигантских объемов воды, которой в районе Сибая не существует. Напомню, ни в Сибая, ни в Баймахском районе дебита воды в речках или каких-то других водоемах потребного для подобного заливания не существует. То есть, нужно сначала заявить и сообщить, откуда они возьмут воду, а потом рассказывать о том, как они будут заливать полмиллиона кубометров. Или, по моим подсчетам, нужно как минимум 350 тысяч кубометров воды подать для хоть сколько-нибудь ощутимого затопления этого дна карьера. Ну, в общем, подытожим, что с цифрами полный бардак и чушь какую-то несут эти изумительные инженера. Тем временем, история с Сибайской катастрофой неминуемо вышла на федеральный уровень. Уже очень много крупных, серьезных изданий опубликовали материалы. Они обходятся, конечно, без ошибок и казусов. Но понятно, что для московских журналистов Сибай, Башкирия – это где-то очень далеко. И не обязательно соблюдать все точности и достоверности. Но, тем не менее, уже много-много пишут про Сибай, пишут, что это катастрофа. И, как нельзя, кстати, для желтой прессы и вообще для прессы, которая отслеживает всяческие скандальные вещи, конечно, случился вот этот нервный срыв господина Авзалова. Мэра Сибая, напомню, что прошедшая неделя для него была чрезвычайно трудной. В том смысле, что, во-первых, внезапно прокуратура города Сибая подала в суд на администрацию города и мгновенно выиграл этот суд. Суд признал администрацию города, собственно, и мэра Авзалова, как ее руководителя, виновным в несвоевременном оповещении граждан об опасности этого экологического загрязнения воздуха в Сибая. Иск этот административный. Однако, обращу внимание на то, что в случае, если кто-то из граждан сможет доказать наличие ущерба здоровью от ситуации, которая сложилась в Сибая, автоматически господин Авзалов и администрация, то есть ответственные лица в администрации попадают под уголовное преследование. Более того, уже в конце недели 40 человек написали заявление на уголовное преследование Авзалова и администрации Сибая. Может быть, уже и больше, но вчера это было 40 заявлений, 251-я статья Уголовного кодекса, нанесение вреда здоровью и так далее. И вполне возможно, что у господина Авзалова уже наметилась совершенно отчетливая уголовная проблема, имею в виду перспективы получить реальный уголовный приговор. Так вот, сложившиеся, конечно, чрезвычайно нервные обстановки, господин Авзалов, видимо, сдал нервами совсем. И на одной из встреч с жителями Сибая, а если быть точным, поселка Аркаим, внезапно разразился гневной речью в адрес тех, кто, по его мнению, преступным образом расшатывает ситуацию в городе Сибая, оскорбил и обозвал этих людей, назвав их козлами и экскрементами. Но это было, конечно, совсем уже за гранью. И так как все это делалось под видеозапись, то это мгновенно разошлось не только по Сибая, но и по Башкирии, и по России. И даже пресс-секретарь Владимира Путина, господин Песков, прокомментировал этот факт. Ну, конечно, больше славы, наверное, Авзалову не светило никогда. То есть вот этот вот маленький человечек из маленького города в затерянном где-то там, значит, в Заурале Сибае вдруг становится мегазвездой российских СМИ. Но, к сожалению, вот по такому вот совершенно уродливому поводу. Я подозреваю, что козлы и экскременты – это, в принципе, наверное, искреннее представление господина Авзалова и вообще с Сибайской администрацией о своих согражданах. Нисколько он не кривил душой. Насколько мне известно, именно в таком ключе обычно общаются администрации там со своими гражданами. Просто никто об этом не знает. Господина Авзалова характеризуют как человека чрезвычайно надменного, фантастически самовлюбленного и неспособного, на самом деле, трезво оценивать взаимоотношения между ним и его горожанами. Более того, к концу недели, когда вся эта история накалилась и раскрутилась по всем федеральным СМИ, Авзалов попытался извиниться, но у него ничего не получилось. В конечном итоге он сказал, нет, я не буду извиняться перед теми, кому я это сказал. Ну, в общем, конечно, бред бредовый совершенно, но очень сильно характеризует ту ситуацию, которая там сложилась. Хабиров, не будучи в Башкирии, вынужден был прокомментировать эту ситуацию, но он отнес это к тому, что у человека сдали нервы, он устал, и вот как бы его сорвало. Но если сдали нервы и устал, тогда встань на колени и извинись для начала, может быть, тебя простят, потому что всебайцы народ такой суровый, могут и не простить. В общем, в Сибае, конечно, было весело. Совсем уже под конец недели, 13 февраля, случились цепочкой вот эти события, о которых я уже начал упоминать. Именно 13 февраля, видимо, эта чертова дюжина стала для Сибайской администрации роковой. Именно 13 числа Сибайский суд устанавливает факт несвоевременного информирования населения об опасности экологической ситуации в городе. Именно 13 февраля Роспотребнадзор по Башкирии заказывает исследование, заявляет о том, что он заказал исследование в Пермском научном центре медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населению. Видимо, башкирские эксперты и экологи, и прочие специалисты уже не вызывают доверия даже у Роспотребнадзора, потому что вот это бесконечное искажение информации, оно всем надоело. И именно 13 числа ситуация докатывается уже до Москвы, и Минприрода Российской Федерации заявляет о формировании рабочей группы, которая будет заниматься проблемой Сибая. Судя по всему, ситуация выходит из-под контроля у республиканских властей, ситуацию берут под контроль федералы. И вот я внимательно изучил пресс-релиз, который вышел у Минприроды Российской Федерации, и там есть четкая отсылка к тому, как они будут действовать. Судя по всему, Минприрода крайним виноватым и ответственным за всю эту ситуацию сделает, конечно же, уголок. Там прямо так и написано, значит, о том, что уже сейчас Минприроды Российской Федерации, не выезжая в Сибай, определило, что УГУК заведомо не обеспечил безопасность разработки и локализацию очагов горения. То есть там дальше уже, видимо, будет все понакатанной. Но дело не в том, кого сделают крайним, а дело в том, как будут решать проблему. Вот здесь, конечно, мы ожидаем от Минприроды Российской Федерации четко извешенные позиции и способности привлечь к решению проблемы настоящих экспертов, а не всех вот этих вот опереточных бикиновых и всяких прочих медьяновых, которые несут вот эту милую чушь про 6, 10 и много меньше тысяч кубометров в день. В общем, ситуация в Сибае не меняется в том смысле, что бардак и чушь продолжают твориться, а тем временем ПДК двухсисеры никак не меняется в сторону уменьшения. На прошедшей неделе были зафиксированы уровни и 12, и 17, и 22. Там меняется в зависимости от розоветров. Но в целом, конечно, дышать в Сибае тяжело и сложно. Пострадали там не только жители Сибае, но и так называемые приезжие политтехнологи. Которых так тщательно отыскивает Сибае господин Авзалов. В частности, Диана Демидова, представитель Коммунистической партии Российской Федерации, член партии и активист, по слухам, по неподтвержденной информации, получила отравление вот этими газами и проблемы со здоровьем. Вообще, Коммунистическая партия, как у нас почему-то в последнее время заведена, участвует во всех скандалах, какие только можно, в которых ее не приглашают, она влазит сама. Я имею в виду то, что та самая упоминаемая мной Диана Демидова и Альберт Архматуллин принимали активное участие в, если не инициации, то проведении этого схода граждан, который так возмутил господина Авзалова. Опять мы видим, что КПРФ Башкирская лезет во все скандалы, во все конфликты. Судя по всему, господин Кутлугужин даже не знает, в чем участвуют его активисты, его активы. Хотя, опять же, на прошлой неделе та же самая Демидова опубликовала гневный пост о том, как Кутлугужин попытался помешать ей участвовать в событиях в Сибае, а она, гневно топнув ножкой, заявила, что она будет везде и всегда со своим народом. В общем, конечно, шапитовка КПРФ продолжается. И совсем уже под конец недели вишенку на торте установил господин Навальный, который записал видео, сюжет о Башкирском Сибае и о Раде Хабирове, в отличие от многих и почти всех, наверное, Навальный связал историю Сибае с Хабировым напрямую, в своей обычной стилистике обозвал главного героя своего сюжета ради Хабирова омерзительным жуликом, не забыл упомянуть о том, что Хабиров баллотируется от партии «Единая Россия» на выборах в главы Республики Башкортостан и так далее. Конечно, Навальный достаточно редко уделяет внимание Республике Башкортостан, и этот ролик, эта история, она, конечно, значимая и важная. Это говорит о том, что, скорее всего, Навальный активизируется в ближайшее время в Башкирии и будет активно здесь участвовать в каких-то мероприятиях. Правда, пока не последовало никаких шагов со стороны госпожи Чанышевой, но я думаю, что на следующей неделе, наверное, мы что-нибудь такое увидим. Чем отличается Навальный в этом вопросе? Только тем, что он действительно напрямую увязывает Сибай и Хабирова. Вот это вот отличие. А в остальном, конечно, господин Навальный оригинальным не был. На прошедшей неделе произошло одно событие, которое как-то немножко затмилось, видимо, этими сибайскими всеми коллизиями и прочими вещами. Я имею в виду заявление Айрата Дельмхаметова о том, что он требует от Хабирова подтвердить, что Хабиров башкир. Вот честно скажу, я в ступор впал, когда вот эту новость увидел. Честно говоря, думал сначала, что это какой-то фейк и фальсификация, потому что настолько уже запредельная вот эта вот история. Я не знаю, с чем сравнивать. Очень боюсь приводить сравнение с нацистской Германией, где была заведена вот эта вот национальная идентификация людей в обязательном порядке. Помним, как целая методика была разработана у нацистов по измерению носов, ушей, там расстояние между кончиком носа и уголками глаз. То есть, они вот таким образом определяли евреев, выявляли чистоту нации, и наоборот, нужно было иметь некий стандарт нации арийской, немецкой, что тоже там всячески описывалось учеными и якобы учеными Третьего рейха. И тут происходит такая история, когда Дельмхаметов требует доказать Хабирову свою принадлежность к башкирской нации. Как он это должен сделать? Сдать анализ ДНК на гоплогруппу или что? Привлечь там семь родственников, которые должны сдать, я не знаю, ткани на тесты ДНК и так далее. Вообще, ну, дикая совершенно история. Напомню, как странно относились к Хамитову, который, ну, действительно имел неосторожность как-то раз поменять национальность, да, то есть, или наоборот, дважды ее поменял, потому что были доподлинные документы о том, что Хамитов позиционировал сам себя при выборах в тогда, наверное, еще Верховный Совет, даже БССР, у него была анкета, где было написано, что он татарин. Нет ничего плохого в том, когда ты татарин, башкир, удмурт или там негр приклонных годов, но смена фамилии, смена национальности для политика, конечно, вещь достаточно рисковая. Так вот, Хамитов официально ее поменял, эту национальность. Он впоследствии уже позиционировался как башкир, хотя на заре своей карьеры был татарином по документам. За Хабировым этого никогда не числилось. Я не нашел упоминания о том, чтобы Хабиров менял свою национальность, или, по крайней мере, упоминания о том, чтобы это происходило. Почему вдруг Дельмухаметов сейчас возбудился на эту тему, я не знаю. Наверное, есть какие-то предположения, либо попытки уязвить господина Хабирова, но я сформулирую свою точку зрения. Вот в данном случае, и вообще, кстати говоря, нет абсолютно никакой разницы, кто по национальности Хабиров, насколько чиста его башкирская кровь, или насколько она нечиста, с точки зрения господина Дельмухаметова. Меня, честно сказать, очень пугают подобные тенденции. Я бы хотел, чтобы подобные вещи из политической практики, из бытовой практики, но и вообще из нашей жизни исчезли навсегда. Потому что вот настолько уподобляться вот этим каким-то средневековым традициям и попыткам разделить людей по национальному признаку – это недопустимо и возмутительно. Я наивно предполагал, что с уходом Хамитова с политической арены Республики Башкортостан мы утратим то количество идиотизма и глупости, которое царило в политическом пространстве, административном пространстве Республики, но нет. Более того, количество глупостей и всевозможных пакостей увеличилось просто в разы. И в связи с этим я решил учредить постоянно действующую рубрику в нашей передаче. Она будет называться «Дайте глупости шанс». В английском варианте это знаменитая песня «Дипешмот». «Give stupidity a chance». И вот почему. Будем заносить в эту рубрику самые выдающиеся глупости недели, а в комментариях можете голосовать, какая из них самая-самая-самая. На этой неделе у меня есть три глупости, конкурирующие между собой. Все они, естественно, связаны с Сибаем, как ни странно. Этот город во все сферы нашей жизни попал. Так вот, я говорю о картинке карикатуриста Бузыкаева, о поспешном заявлении Шамиля Валеева и, естественно, о оскорблении господина Авзалова. То, что касается карикатуры Бузыкаева, здесь, наверное, все очень просто. Скорее всего, это дружеская услуга товарищам, попавшим в тяжелую беду. Но люди попросили его нарисовать, и он нарисовал. Ну, конечно, нехорошо зубоскалить на тему беды. Зрители, по крайней мере, те, кто комментировал в интернете эту картинку, конечно, практически единодушны в том, что это неприлично. То есть нельзя смеяться над проблемами людей. Как бы неправы они не были в своих требованиях, наивных представлениях о том, кто им должен помогать. Да, действительно, сибайцы не очень понимают, кто должен решать их проблему. Требуют у всех подряд, там, у Путина, у Хабирова, у Авзалова, у всех. Но это абсолютно нормально. Люди попали в трудную ситуацию. Они не понимают, как у них будет дальше складываться жизнь. И они вправе, на самом деле, ошибаться. А господин Бузыкаев не вправе над этим смеяться. Ну, и Шамиль Валиев, который, приехав в Сибай, переодевшись в какой-то потешный свитерок, заявил вдруг, что в Сибае никогда не было превышения ПДК подвольки Сесеры. Некоторое время спустя он, конечно, разобрался, какую ерунду сморозил. Попытался объяснить, почему так получилось. Но, будучи человеком публичным, человеком, занимающим уже общественную должность, судя по всему, возмездную в Общественной палате Республики Башкортостан, Шамиль Валиев должен помнить, что теперь уже он не имеет права на милые глупости, всевозможные оплошности и шалости. Он должен отвечать за свои слова, особенно в таких важных моментах, как ситуация с Сибаем. Ну, и третий номинант в этой рубрике сегодня, конечно же, господин Авзалов. Со своими козлами и экскрементами я не мог не включить его в эту номинацию, потому что, действительно, вот подобная несдержанность, она иллюстрирует глупость власти. Она иллюстрирует наглость власти. И я очень рассчитываю на то, что, следуя советам господина Авзалова, а он посоветовал своим гражданам дать отпор каким-то там, значит, понаехавшим политтехнологам, так вот, именно последовав этому совету, граждане Сибая должны в первую очередь избавиться от самого Авзалова, а не от понаехавшихся мифических политтехнологов. Как мы уже говорили в предыдущих выпусках, в связи с банкротством, введенным в Миловском парке, процессы, которые планировалось там запустить, на непределенный срок остановились. По инерции продолжает реализовываться та часть плана Хабирова, которая не связана с самим предприятием «Килстроинвест». Я имею в виду то, что на прошедшей неделе были докапитализированы государственные компании, связанные с попыткой решения проблемы Миловского парка, я имею в виду башкирскую коммунальную компанию. В башкирскую коммунальную компанию из бюджета залили 500 с лишним миллионов рублей, видимо, с целью продолжения вот этого плана. Это как раз та самая схема, самая примитивная и самая, на мой взгляд, безобразная, когда за государственные деньги будет решаться негосударственная проблема. Но, тем не менее, башкирская коммунальная компания теперь на эти 500 миллионов зачем-то купит коммуникации, которые лежат под Миловским парком. Хотя еще не факт, потому что, если часть этих коммуникаций принадлежит «Килстроинвесту» или аффилированным с ним компаниям, то это сделать будет невозможно. По инерции это колесо катится дальше. Посмотрим, докатится ли оно, как говорится, до Саратова, но, скорее всего, нет.